приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о вещах которых категорически запрещено брать у других людей потому что именно эти вещи именно эти предметы несут нищету безденежья проблемы да еще ко всему забирают достаток и ваше здоровье друзья прямо сейчас комментариях напишите слово финансы и вселенная пошлет пусть вашу жизнь огромные денежные потоки друзья ставьте лайк этому видео нам будет очень приятно даже всех хотим поблагодарить за донаты которые вы отправляете вещь как вы уже знаете независимо от размера от того в какой день приобретена от того сколько времени вы ей пользовались и пользовались ли вообще возможно просто подержали в руках способна впитывать вашу энергию даже с вещами из магазина которые новые и не ношеные нужно быть осторожными так как во время примерки она впитает энергетику того кто ее примерял поэтому стоит приобретать вещи которые не висят на вешалках или которые запечатаны чтобы уберечься от этого но если такой возможности нет то дома обязательно очистите такую вещь при помощи соли тогда вам не о чем будут переживать данная вещь не причинит вам никакого вреда а вот с вещами которые были у кого-то в использовании и попали к вам уже не в новом виде стоит быть внимательными перед тем как взять такую вещь нужно хорошенечко подумать взвесить даже если она вам очень нравится или вы так давно о такой вещи мечтали очень часто недоброжелатели с новыми дорогими вещами отдают специально то что мешает им спокойно жить это от чего они очень сильно хотят избавиться это могут быть как болезни так и личные семейные проблемы отсутствие денег счастья удачи поэтому от вещей которые вам предлагают не искренний человек или же мало знакомый стоит категорически отказаться чтобы не поменяться с ним энергиями а порой и жизнями если вы купили вещи в секонд-хенде обязательно независимо вы выбрали вещь из новых или же не очень очистите ее от энергии которые она содержит в таком случае даже новая вещь находясь среди ношеных впитает в себя их энергии и больше всего опасностью таких вещей является то что в таких местах между собой переплетаются всевозможные энергии могут попадать и мертвые невозможно отследить и место откуда данная вещь попала в магазин возможно со склада с разрушительной энергетикой или же с того места где обитают злые силы и сущности поэтому чистка обязательно должна быть энергетически мощной и тщательной после чего данную вещь нужно подержать на солнышке а уж только потом использовать по назначению иначе вред может быть непоправимым чем старше вещь тем больше людей с ней соприкасались и тем больше различных энергий и и наполняют сказать с уверенностью что даже вещь может передаваться из поколения в поколение она несет себе только хорошей энергии невозможно так как знать каком настроении и в каком расположении духа к ней кто-то прикасался все это невозможно а значит и приследить какие энергии ее наполняют также поэтому с такими вещами нужно соблюдать меры осторожности если они к вам попали обратить внимание на то что вы в этот момент испытываете если дискомфорт избавьтесь от нее но если она предоставляет ценность или же возможно цена только для вас как память например об определенном человеке тогда проведите энергетическую чистку и спрячьте ее так чтобы она часто не попадалась вам на глаза если же вещь не вызывает у вас неприятных чувств ее также нужно очистить но провести ритуал который поможет вам убрать только негативные энергии а светлые положительные останутся такую вещь чаще нужно брать в руки она будет вашим оберегом и энергетической батарейка одновременно но периодически все-таки очищайте ее так как она будет способна если вы загрустите или расстроитесь подобрать ваш негатив есть вещи которые ни при каких условиях брать нельзя так как они способны не только перевернуть вашу жизнь но и вовсе своим присутствием ее разрушить у вас перекроется важный энергетический канал сильные жизненные энергии перестанут поступать биополе будет ослабевать вы утратите защиту и начнете привлекать неприятными событиями которые будут вокруг вас происходить еще более неприятные события вместо чего-то хорошего будет происходить только что-то противоположное ваша жизнь перестанет вас радовать вы не то что собьетесь со своего пути вы и вовсе зайдете в тупик откуда выйти у вас точно не получится так как силы это у вас вовсе никаких не останется свадьба это безусловно очень трогательно и романтическое событие в жизни каждой девушки еще до свадьбы девушки представляют себя в этом образе фантазирует мечтают как бы они хотели выглядеть в этот счастливый день своей жизни каждая мечтает чтобы он прошел идеально чтобы все сложилось как самых заветных мечтах чтобы образ королевы на многие годы остался в памяти но порой получается так что когда дело доходу этого дня по каким-то обстоятельствам невеста не может приобрести такое свадебное платье как она мечтала поэтому начинает искать бюджетный вариант дорогих платьев а таким может быть только платье которое уже было в носке или что еще хуже его продают так как враг не состоялся такого делать ни в коем случае нельзя так как вместе с платьем вы берете с собой в свою семью и в будущее то что уже наполняют другую семью даже если та девушка которая ранее выходила в этом платье замуж развелась такой результат брака ждет и вас поэтому не стоит рисковать и даже если у вас не получается на данном этапе жизни купить платье своей мечты приобретите такое какое есть возможность даже если это будет простое но красивое платье которое вы сможете затем носить например в повседневной жизни если задуматься то ведь главное не одежда а человек с которым вы собираетесь пройти рука за руку через всю свою жизнь а платье обязательно приобретет в дальнейшем пусть не свадебная а вечернее вместе отметите уже годовщину вашей свадьбы которую вы будете встречать достатке и в счастье с платьем также связаны и другие народные приметы которых стоит придерживаться никогда не давайте свое платье примерять даже близким подругам и сестрам так как вы таким образом разделите с ними свое счастье а возможно и любовь такую семью наполнят измены нельзя чтобы мама шила платье даже если на вам шьет на протяжении уже многих лет такие отношения закончатся разводом не стоит ей ничего и подшивать на вашем платье укорачивать или заметывать обрезать из-за таких действий в семье будет постоянно происходить ссоры и недопонимания свадебное платье нужно надевать сверху тогда впереди будут ждать только счастливая жизнь свадебное платье должно быть цельным если по отдельности вверх и низ значит и супруги будут также свою жизнь вроде и браке но по отдельности надевать невесте должно помогать замужняя подружка у которой счастливая брак чтобы она притянула к себе такую же положительную энергетику разведенную подружку не стоит просить о помощи нельзя невесте смотреться и в зеркало когда рядом кто-то стоит так как такой человек может перекрыть доступ светлых энергии в ее жизнь если завистливый и вовсе отобрать счастье супругу нельзя видеть невесту до брака брак может не состояться и возникнут проблемы если на платье есть пуговицы их должно быть четное количество иначе кто-то 3 постоянно будут вмешиваться в отношения супругов не стоит невесте и позволять чтобы сразу после росписи ей поправляли платье так как это притянет семью ненужные советы со стороны которые возможно и разрушат брак на подоле свадебного платья нужно сделать два стежка красной ниткой это защитит пару от сглаза также не позволит повлиять на их отношения аккуратно обращайтесь свадебным платьем чтобы его не повредить иначе в семье будут сложные отношения а свекровь постоянно будут вмешиваться пытаясь указывать на то как жить свадебное платье продавать не стоит так как это оберег семейных отношений как и фата продав его если она попадет в руки злого человека брак разрушится а проблемы все равно настигнут соль это энергетический сильный предмет и с ее помощью можно проводить различные чистки притягивать потоки светлых энергий а можно наслать с глаз и порчу а также направить тому кому желается зла разрушительный негатив который за короткий промежуток времени испортит жизнь данному человеку а возможно и целой семье поэтому чтобы так не рисковать не стоит никогда никому одалживать соль из дома особенно делать это после захода солнца так как в такое время вы еще и самостоятельно отдадите свой достаток и благополучие тому кто за ней придет а если данный человек не чист помыслами и сердцем то вместе с солью он наберет у вас то что он мечтает иметь в своей жизни соль способна впитывать энергетику того места в котором она находится таким образом находясь в вашем доме она впитывает его энергетику а выдавая ее ее кому-то из дома делитесь этой энергетикой вместе с ней дом покинет и стабильность связь между членами семьи ослабнет если вам кто-то придет за солью откажите человеку в данной просьбе то же самое касается и вас никогда не ходите никому за солью так как во-первых ваши помыслы данный человек может расценить по-разному посчитать что вы собираетесь причинить вред а это испортит ваши отношения во вторых как вы уже знаете соль впитывает энергию дома поэтому если в доме происходят постоянные скандалы разногласия вы все это и принесете в свой дом вместе с данной солью а затем приправить еще еду свою которую вы будете готовить от чего ослабить тебя поле всех тех кто данную еду будет есть негатив начнет привлекаться а неприятные события наполнять вашу жизнь также если у семьи есть проблемы о которых вы не знаете например отсутствие денег вы также получите эту проблему в свой дом денежные каналы перекроются возможности которые были уйдут наши предки очень осторожно относились к соли и соблюдали все приметы которые с ней связаны я и вам советую это делать чтобы не привлечь несчастья нельзя передавать емкость солью из рук в руки так как таким действием вы обмениваетесь человеком энергиями если него биополе сильнее вашего или же вы можете забрать просто на всего его беды не одалживайте соль иначе ухудшится ваше денежное положение не стоит хранить и много соли такой запас приведет к отсутствию денег может может даже привести к бедности так как запас означает что вы остерегаетесь что данный продукт вам может не хватить и соль впитает вот такой вот посыл что вам чего-то не хватает в том числе и денег а во время использования все это передастся вам соломки не должна высыпаться соль такое неуважение к соли будут притягивать неудачи не должна быть соломкой с трещинами соль будет впитывать негатив который в этой трещине будет оседать не должна стоять открытая если рядом с ней произойдет какая-то конфликтная ситуация она все это впитает и приумножит если рассыпается соль это означает что ждут несчастья поэтому сразу нужно посыпать на нее щепоточку лаврового листа и проговорить такие слова три раза соль с лавровым листом смешиваю энергии их объединяю деньги успех уют они мой дом совместно притянут после чего соберите вынесите на природу высыпьте но только так чтобы по ней не ходили такой простой совет не только поможет не притянуть несчастье но и наполнит ваш дом хорошими энергиями после еды всегда убирайте соль со стола так как можно приумножить негативные энергии если такие попадут в дом если ваш дом пришел недоброжелатель киньте щепоточку соли ему вслед после ухода и мысленно подумайте о том что не желаете чтобы он приходил вы знаете так и будет перед въездом новое жилье посолите порог так вы сможете отогнать злые сущности и негативная энергия от своего дома если таковые в нем есть если вы перепутали соль с сахаром стоит ожидать кардинальных изменений в жизни в лучшую сторону обдумывайте все свои действия которые совершаете с солью чтобы не пришлось переживать о том что жизнь начала наполнять не то чтобы вам бы хотелось кроме того помните о том что деньги требуют к себе особого и уважительного отношения с ними нужно уметь правильно обращаться тогда денежная энергия станет вашим спутником и будут поступать в вашу жизнь в нужный момент и в нужном количестве что откроет перед вами новые возможности которые были ранее скрыты деньги не должны лежать без дела они обязательно должны находиться в движении иначе денежная энергия уйдет увидев что для вас нет существенной разницы есть она возле вас или же нет деньги нужно уметь правильно тратить с легкостью отпускать получает этого удовольствия счастья также нужно уметь правильно их привлекать и складывать если человек этого не умеет близких отношений с денежной энергией у него не получится человек не умеющий распоряжаться деньгами правильно постоянно живущие в долгах не удержит своей жизни денежную энергию даже если она на каком-то этапе сумеет ее привлечь поэтому не одалживайте деньги подумайте о том как сделать так чтобы начать больше зарабатывать изначально найдите дополнительный заработок он поможет вам сделать верные шаги далее все будут становиться только лучше и лучше вы сможете превратить свое хобби в прибыль главное не ленитесь и вас результат порадует покажите денежной энергией что вы заслуживаете чтобы она к вам пришла это значительно улучшит вашу жизнь не стоит и вам никому одалживать деньги особенно после захода солнца так как денежная энергия к вам не вернется если в такое время деньги одолжит недоброжелатель то свои проблемы с деньгами он отдаст вам а вот у него наоборот все наладится ни в коем случае нельзя одалживать деньги в понедельник вторник и воскресенье это приведет крупным денежным потерям нельзя одалживать деньги и в большие религиозные праздники это к отсутствию денег на долгий период вашей жизни не стоит хранить деньги в спальне помните это место отдыха и вашу денежная энергия также будут отдыхать не получится приумножить финансовое состояние помните о том что нельзя передавать деньги через порог это приведет к финансовым трудностям не давайте деньги из рук в руки положить их на поверхность а пусть тот кому вы их даете сам возьмет иначе вы рискуете отпугнуть денежную энергию вот друзья такой важной и ценной информации мы сегодня с вами хотели поделиться прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео в комментариях напишите слово финансы и пусть вселенная пошлет в вашу жизнь огромные денежные потоки но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео